друзья приветствую вас на своем канале пламя с вами михалыч ребята в этом видео ролике я хочу поговорить с вами о тяге и об устройстве своей помпейской печки и начнем с того что вот я сейчас расскажу вам про свой фирменный второй зуб для чего же я его разработал ну или изучил да и внедряю в свои барбекю комплексы значит смотрите самое часто распространенное в помпейских печках я вот сколько наблюдал до видео ролика увидел на просторах ютуба то то что делают печку ставят трубу и почему-то у них из-под портала валит вот такой дым или вообще даже не просто валит а все черное здесь иногда даже огонь сюда вылетает в чем же это связано вроде бы здесь есть так называемая зона до куда должен выходить дым из шишки вот этой и сразу уходить в трубу но не у всех это получается совершают ряд ошибок самая распространенная ошибка это то что делают узкий дымоход то есть заужая сечение дымохода сечение дымохода делают вот я сколько видел самая максимально 150 миллиметров своей помпейской печки я делаю дымоход 200 миллиметров сечение трубы будет здесь у меня будет устанавливаться переходник с задвижкой и дальше уже пойдет труба все это проходы все я буду снимать отдельно покажу как вагонку я пропиливаю как кровлю прорезаю как здесь у меня идут направляющие металлические вырезают а все я покажу и покажу как сделать пожаробезопасную так называемого розетку и друзья смотрите второй зуб здесь у меня будет в помпейской печки тоже маленький второй зуб задача второго зуба пригласить или притянуть ну или задать направление дыму в дымоход как работает вот эта плоскость объясняю значит смотрите газы будем так называть до горячий разогретый воздух ну или горячие газы когда выходят из портала помпейской печки они поднимаются вверх и здесь срабатывает так называемый эффект куанда то есть там где меньше воздуха где меньше сопротивления он туда и притянется ну или вот этот воздух до условно где 100 условных единиц будет его прижимать но он не прижимается а притягивается к той плоскости где наименьшее сопротивление это закон физики друзья что происходит дальше дальше вот этот поток притянувшись ко второму зубу как вы знаете второй зуб у меня имеет отрицательный угол наклона максимальный угол наклона желательно делать 30 градусов то есть не больше то есть если вы сделаете более горизонтальный то он просто потеряет смысл он оторвется и пойдет своим ходом дым это поэтому слишком не наклоняйте вот 10 там 15-20 градусов я делаю вот здесь у меня где-то градусов 9 получится второй зуб его задача подвести дым к трубе ну или к дымоходу и дальше уже дым подходя к дымоходу продолжает свой путь по трубе то есть проходит дымоход и по трубе по этой он поднимается вверх и дальше выходит на улицу так что друзья правильнее называть называть трубу дымоходом или дымоотводящей системой никакая труба дым не засасывает то есть дым газы сами выходят и ваша задача все это свести в трубу чтобы дым по наименьшему сопротивлению устремился туда куда вам надо вы должны взять дым под контроль не дал не надо допускать того чтобы он сам куда хотел туда и шел вы его приглашаете задаете ему вектор направления то есть формируете весь дымосборник и зуб на выходите на сечение трубы ну грубо говоря вот такая вот конструкция дымосборника должна быть и дальше уже дымоход это вот самая идеальная форма вот то есть что здесь происходит в этих плоскостях происходит ускорение потока то есть здесь уже работает уравнение бернули оно тоже связано с разницей давления то есть дым поток идет по наименьшему сопротивлению там где меньше воздуха там значит туда поток и устремляется ну соответственно здесь сечение вы видите ну допустим здесь 20 сантиметров сечения да а здесь но 30 то есть за счет того что здесь воздуха больше соберется чем здесь вот на сопротивление будет меньше с этой стороны поэтому дым туда и улетает но это я грубо объяснил вам уравнение бернули то есть вот это является вот у с зоной ускорения если вы хотите значит потерять напор до убить его убить тягу тому или убить напор то вы вот так вот ставите сюда дым идет и все здесь уже напора такого не будет вылетать он будет рассеиваться это вот так лейка на даче устроена да то есть чтобы не вымывала цветы когда вы поливаете их ставят туда душ и то есть давление убивается а если вам нужен напор то вы перекрываете сечение от этого ну или вот как у пожарных да брат сбойт заужается и там напор очень сильный получается ваша задача сделать именно напор чтобы давление не терялось а наоборот ускорялась и быстрее дым и все газы проходили вот это вот вот портал открытую зону и все вот эти вот основные правила если вы будете соблюдать то ваше барбекю до ваш мангал или камин или даже от помпейская печка русская печка будет работать идеально то есть здесь будет создаваться попутно ижекционная тяга то есть будете брать дымящую палочку и будет вот здесь создаваться дополнительный подсос воздуха в нижней части подсос воздуха идет и в верхней потому что поток здесь проходит он устремляется ускоряется и тем самым за собой увлекает воздух вот этот эффект люди и называют тяга то есть они думают что эта труба тянет это называется ижекционная тяга это очень распространенный эффект его очень много в каких но во многих отраслях используют эту ижекционную тягу все друзья это вот такая вот небольшая лекция дальше я значит расскажу вам и на практике покажу как это все работает просто сейчас у меня нет такой возможности здесь у меня видите там еще не готова печка покажу как отсюда выходит дым как он подворачивается буду это показывать на своем мангале обязательно как работает двойной зуб буду это все показывать и рассказывать уже не просто в теории а и на практике друзья если вы хотите прямо сейчас приступить к сборке своего барбекю и у вас нет технологии то она есть у меня я с удовольствием с вами ей поделюсь все мои проекты есть на моем сайте мангал и пламя точка ру вы можете пройти выбрать любую понравившуюся вам конструкцию порядовки да по как по инструкции вы легко и просто соберете любую конструкцию со всей технологии то есть вся технология выложена в порядовке и собираю свой барбекю вы заодно и на практике да и в деле поймете и узнаете как работает эффект куанда что такое двойной зуб все расчеты все все есть в моих порядок ах так что друзья я все время на связи выбираем и оставляем заявки можете на мой ватсап писать на мой вайбер я также есть в инстаграме есть в контактах есть в одноклассниках общем везде и в телеграме есть и в тик-токе уже есть в общем стараюсь продвигать свою технологию как можно больших количествах соцсетей чтобы каждый человек знал как правильно собрать барбекю чтобы здесь не дымило а наоборот засасывала воздух все друзья изучайте технологию правильную технологию соблюдать и правильные камины да чтобы они у вас не дымили и служили вам верой и правдой чтобы у вас готовилась там вкусная еда и было интересно наблюдать за всеми этими законами физики которые заключены в такой вот интересной конструкции вот как помпейка мангал это очень интересные конструкции все ребята я с вами на этом прощаюсь желаю вам крепкого здоровья успехов в делах и до новых встреч на моем канале в моих новых видео роликах все всем пока